всем привет купил я у китайцев вот такие вот наушники dt2 если честно они меня удивили я не думал что будет качественный звук особенно басы конечно басов не добьешься таких как у проводных наушников здоровых но как бы прилично не сами глубоких басов нету но вот ударники да там и такие но частот наверное от 150 слышно достаточно хорошо вот пришли они вот в такой вот коробки вот такой вот коробки в комплекте комплекте вот они находятся в таком контейнере так что там внутри сейчас покажу внутри коробки шнур для зарядки это сменные штуки эти резинки которые вставляешь в уши ну инструкция соответственно инструкция на китайском и на английском там ничего такого интересного не написано в основном характеристики да как настроить так настроить их достаточно просто вот таким вот образом они приходят достаем их вот но они у меня уже настроены вот они сейчас ищут устройство и соответственно сопряжение сделают когда вставляешь их обратно они выключаются так как настроить снимаем оба наушника диск на каждом наушнике есть кнопка своя вот она здесь и здесь зажимаем кнопку на 5 секунд отпускаем и происходит сопряжение двух наушников потом находим на телефоне так и называется если не ошибаюсь dt2 и подключаем как обычный bluetooth устройство вот зачем все просто работает что мне понравилось так это то что ну до этого у меня не было конечно таких наушников это первый мой опыт вот в этом контейнере есть аккумулятор то есть можно их зарядить таким вот образом здесь кнопка нажимаем на кнопку и пошла зарядка самих наушников показано светодиодами разрядилась ну процентов на 20-30 нет на 20 на 25 максимум можно выключить вот первый раз я прослушал музыку где-то порядка часа четыре зарядка было 90 процентов это можно кстати посмотреть на смартфоне когда ты подключаешь bluetooth устройство там пишет насколько заряжены наушники было 90 процентов стало 70 после 4 3 4 часов прослушивания это прилично то есть можно неделю не заряжать если ты не часто слушаешь музыку так также помимо того что ты заряжаешь дороге можешь зарядить легко наушники поставив их сюда включил и все они заряжаются можно и зарядить сам контейнер этот для хранения наушников вот здесь есть гнездо обыкновенный микро юсб подключаем подключу вот все подключил и сейчас заряжается сам контейнер то есть контейнер был разряжен почти наполовину пользовался я уже где-то недели две две с лишним и вот как бы так еще в принципе можно было и не заряжать вот такие вот наушники тогда стану покажу как они сейчас выглядят вот они выглядят таким вот образом вот так вот они выглядят без контейнера достаточно хорошо сидят в ушах не падают никто некоторые люди же смотрю жаловались на то что пропадает сигнал то есть сопряжение двух наушников да у меня тоже такое случалось но у меня такое ощущение что просто это происходило не то чтобы сбой двух наушников а какое-то какое-то устройство ловила или по помехе на радиоканале bluetooth канал же это тоже как бы радио частота и почему-то у меня все время в одном и том же месте где я проходил был сбой мне кажется это где-то какое-то устройство может быть даже bluetooth рядышком было поэтому и сбой происходил а так в принципе у них нормально сигнал держит ничего не пропадает вот сейчас они мигают синим цветом это означает что сопряжение с телефоном сделано между собой сопряжение сделано и соответственно распределяет на правый левый канал они подписаны правый левый так что я был приятно удивлен хорошие наушники всем советую ниже ссылку дам на магазин все всем пока